На Гомельщине протягивать надавать значную увагу по трымце отстающих сельско-гасподарчих предприемствов. Шляхи выращения истинующих проблем самые разные. Подручение старшине Гомельского Аблова-Канкама с восени минулого года. Отстающие фермы передадены под особистую отказность керавников райвы-канкамов. А у Петраковским районе, до прикладу, как полепшить финансовую ситуацию, одно из господарок. Принято решение долучить ее до большей мощной и стабильной. Агра-Слобода – одна из самых отстающих господарок в Петраковском районе. Проблемы тут означаются пылный час. Низкие надои молока, недостатковые приваги и, как выник, дренные экономичные показчики. А некольки дзен тому на ферме Конковичи отбылось надзвычайное здарение. Супросовники господарки знайшли некольких загинувшихся лят. Собаки дикие ворвались непосредственно в кошару, где находились животные, ну и разорвали. Естественно, конечно, наказание будет административное. Принят план мероприятий, как в районе, так и в хозяйстве, так же и в области. Сейчас исполняет обязанности начальник управления сельского хозяйства там. Именно смотрят за данным хозяйством, покуда не пройдет реорганизация данного хозяйства. Головная причина у всех бед господарки «Агрослобода» – безгосподаршость. За пошние полгода змянились два керавники. Никто с их не с долей выправить иснуючую ситуацию. Еще месяц тому коллективом предприемства был накерованный зворот до уладов с просьбой принять необходные меры. По поручению губернатора данное хозяйство будет присоединено к нашему флагману – это Полесе «Агроинвест». Это мощное хозяйство. Исполнять обязанности в данном хозяйстве буду я до присоединения. На все юридичные процедуры спотребится приблизно месяц. Увесь ГТЧАС первый наместник старшини Петриковского райбеканкама будет контролировать литерально усе вытворшие процессы на двух молочно-товарных фермах. Дальше специалисты господарки Полесе «Агроинвест» уже детальово знакомятся с остальным справ на будущих объектах. Я думаю, что в ближайший час на ферме «Конковичи» проведут ремонт двух телятников, где разместят новый молодняк. Усяго 480 голов. Плануется, чтобы раз по угоду они будут приносить до 6 тонн молока круглосуточно. И, зразумело, значная увага будет надаваться в подтриманию парадку на территории.